Добрый день, дорогие друзья! Вот мы с вами включили камеру, и я приступаю к нашей сегодняшней теме, которая называется «Визуализация и инфографика в обучении. Инструменты и лучшие практики». Я бы сказал, что тема настолько обширна, что осветить ее за один вебинар, конечно, достаточно трудно, но мы попытаемся. Один аспект этой темы касается, собственно, применения визуализации и инфографики в контенте и обучении, а второй посвящен тому, какие собственные инструменты мы с вами можем использовать, или, может быть, если не инструменты, то, может быть, какие-то хитрости или креативность, чтобы создавать инфографику для своих обучающих курсов и вообще для обучающего контента. Вот краткий план нашего сегодняшнего вебинара. Немного посмотрим примеры инфографики, попытаемся их разделить на какие-то категории. Поговорим об таких двух больших категориях, как инфографика знаний и инфографика данных. Отдельно выделим такой вид инфографики, как динамическая инфографика или видеоинфографика, таких наиболее привлекательных с одной стороны, а с другой стороны и мотивирующих видов инфографики, а с другой стороны видов, которые наиболее трудно делать. К счастью, сейчас появились инструменты, при помощи которых их можно изготавливать. Дальше мы обсудим такой вопрос, можно ли отсутствие инструмента заменить какой-то креативностью. Оказывается, в некоторых случаях это возможно. Ну и наконец поговорим вкратце об инструментах. Рассмотрим сервисы ChatBuilder, очень кратко, ChatBuilder, DataWrapper и Infogram. И чуть более подробно, прекрасный сервис Flowrish, который появился несколько лет назад и по своим параметрам, на мой взгляд, затмил все, что есть кроме него. Ну, кстати, в окошке ресурса вы можете скачать как мою презентацию сегодняшнюю, так и посмотреть две ссылки. Одна ссылка как раз на инфографику, сделанную в сервисе Flowrish. Называется она, это ссылка COVID-19, инфографика. Это такая достаточно хорошая подборка визуализации по распространению коронавируса по странам мира. И там же ссылочка на мой онлайн-курс, который состоится 19 мая. Но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Итак, давайте пойдем по нашему плану. Истории и примеры. Ну вот, наверное, только мертвый не показывал эту инфографику. И часто утверждает, что это первая или одна из самых первых инфографик, которые... Да, ну вообще, что такое инфографик? Да, это некая визуализация, которая заменяет текст или данные. И при помощи которой можно рассказать все то же, что вы хотите рассказать обычными средствами. То есть посредством текста, таблиц или каких-то других элементов. Но визуальными средствами. Почему инфографика, собственно, настолько привлекательна? Потому что при помощи нее, во-первых, можно объяснить больше. А во-вторых, она компактнее, потому что то, что иной раз приходится объяснять на 2-3-5 страницах, на инфографике видно сразу. И инфографика сразу подчеркивает какие-то характерные черты тех знаний или тех данных, которые она призвана визуализировать. Вот одна из первых. Инфографик, если кто-то не знает, это так называемая карта Минара середины 19 века изготовления. Хочу сказать, что это, в общем, чисто условно ему приписывается первая инфографика. На самом деле попытки аналогичные были и раньше. Он нарисовал поход Наполеона на Россию. И, смотрите, отметил тут сразу много аспектов. Во-первых, вот это вот... Сейчас я включу карандашик. Вот это вот размер армии, с которой он вошел в Россию. Да, ну, принято считать 600... У нас принято считать 620 тысяч. У него, по-моему, там какая-то другая цифра. 500 или 490, что-то вроде этого. Вот. И вот это поход до Москвы. И это черная линия отступления от Москвы. Вот где-то здесь... Вот здесь вот Березина. И совсем тонкая струйка выходит из России уже. До Родины добралось совсем небольшое число от этой армии. Вот. Здесь мы видим также какие-то промежуточные операции. Такие не основные, да. Вот какая-то часть армии где-то осталась. Где-то здесь Бородино. По-моему, вот здесь. Но не уверен. Надо посмотреть. У него она как-то по-другому называется. Не Бородинская битва, а как-то по-другому. Вот. И, кстати, тут мы видим, что, оказывается, Наполеон основную часть армии еще по дороге потерял. И, кстати, совсем не при Бородино. Оказывается, у него огромное количество армии рассеялось по России в результате холеры, отсутствия хорошей логистики и так далее. Ну и все прекрасно видно. Плюс еще температуры здесь приведены. Какие-то еще какие-то характеристики. Это чуть-чуть привязано к карте. В общем, совершенно замечательный рисунок, который поясняет то, что... Ну, может, по-своему как-то, да. Объясняет то, что у нас в учебниках, в школьных учебниках истории объяснялось на многих-многих страницах. И то не всегда понятно было, да. Как же это все проходило реально. Вот. Ну, вот это можно считать, что это первый исторический пример инфографики. Инфографика развивалась, и уже к концу 19-го, начала 20-го века она стала появляться в различных иллюстрированных газетах и журналах. Я вот тут привел российские примеры, хотя, конечно, зарубежные примеры, может быть, даже более впечатляющие. Они раньше немножко развились. Вот. Но к концу 19-го века инфографика уже достигла России. Вот, например, иллюстрация из, если не изменяет память, из журнала «Живописное обозрение» начала 20-го века. Сравнительная численность крестьянства и служивого сословия. Здесь мы видим, что инфографика активно использует визуальные метафоры. Вот в данном случае визуальная метафора заключается в том, что крестьянин протягивает руку, и у него на руке помещается служивое сословие, которое гораздо меньше его по численности. Ну, или чуть более ранее инфографика, тоже из этого журнала. Сопоставительная величина морских сил Англии, Франции и России. Вот у нас Россия тогда был третий флот в мире. Вот, первый флот, конечно, был в то время у Англии. Ну, здесь уже основные такие моменты инфографики проглядываются, когда... Опять же, здесь используется визуальная метафора, и величина корабля приравнивается к величине всего флота. Вот один из приемов, который сейчас активно используется в инфографике. Инфографики... Конечно, инфографика всегда отличалась тем, что ее было достаточно сложно придумать и достаточно сложно нарисовать. И до сих пор инфографика ручной работы... Это та инфографика, к которой прибегают основные дорогие издания, которые могут позволить себе нанять хорошего дизайнера-инфографа. Они... В них помещается вот инфографика, подобная этой. Смотрите, она такая комплексная, содержит и визуальные образы, и даты, и ось времени, и отдельные высказывания на выносках. И все это вот... И какой-то график, да, вот видите, вот график тут какой-то пошел. Это... Поведение Трампа и его... Высказывания в разные дни предыдущей президентской гонки. Вот. Ну, это явно какой-то демократический журнал, насколько я понимаю. Потому что Трампа тут представляет вот таким вот... Выскочкой, да. Ну, не важно. Нарисовано очень здорово, и видно, что здесь сразу много инфографических приемов совмещено. И вот эта вот ось времени, которая вот так вот изгибается причудливо вокруг его фотографии. И его рисунок сделанный, и отдельно диаграммки, которые сами по себе являются простенькими инфографиками. И вот здесь приведены его высказывания, привязанные к конкретным датам. В общем, достаточно сложная инфографика. Но параллельно с этим стала развиваться инфографика шаблона. Шаблоны появились даже в таких простых программах, как... Ну, как простых, да. Известных нам программах, как Excel, например, PowerPoint, и даже в Word есть что-то подобное. Ну, и появились определенные сервисы, которые формируют такие вещи. В основном, конечно, эта инфографика связана с какими-то высказываниями и данными отдельными. Ну, мы видим, насколько эта шаблонная инфографика уступает по качеству вот этой вот, да, инфографики вручной работы. Ну, далее мы с вами увидим, что подход инфографики на основе шаблонов развивался. И в последнее время развился до такого уровня, когда уже отдельный преподаватель, вообще отдельный автор, который хочет сделать инфографику на основе данных, может это сделать на основе достаточно красивых шаблонов. Давайте теперь поговорим об инфографике знаний, инфографике данных и продолжим знакомство с некоторыми примерами. Ну, вот такой вот пример, который можно причислить к инфографике знаний. Это примерное распределение, из чего состоит стоимость еды, которую мы покупаем в магазине. Вот из... от чего она зависит, точнее. От чего она зависит. Тут особо никаких численных чисел к вот этим вот слоям кукурузы не привязано, да, поэтому это именно инфографика знаний. Ну, давайте поговорим вообще о том, что инфографика... что такое инфографика знаний и что такое инфографика данных. Впервые я встретил это разделение у одного очень известного российского дизайнера-инфографа. И в его устах это звучало очень убедительно. Он говорил о том, что есть два направления. Инфографика знаний, она призвана в визуальной форме рассказать о каких-то... Ну, если можно так сказать, заменяет какие-то длинные тексты, в которых объясняются какие-то интересные вещи. То есть, какие-то она призвана заменить описание знаний. То есть, это инфографика, которая призвана дать новые знания посредством какого-то рисунка. И эта инфографика совсем не обязательно связана с какими-то численными данными. Нет, сейчас не скажу, потому что это было давно, и, если честно, я позабыл. Я могу предполагать, с кем я тогда общался, но я не хочу всую употреблять эти имена. Поэтому не буду говорить. Но у нас достаточное количество людей, которые этим занимаются. Практически при каждом крупном агентстве новостейном есть такие люди и целые команды. Плюс есть отдельные команды, которые этим занимаются профессионально уже в видеообласти. Такие, как компания Меркатор, например, и так далее. Но это точно не Меркатор был. Какие-то сайты... Сейчас не буду приводить, потому что у меня с собой этих данных нет. А копаться прямо сейчас во время вебинара, к сожалению, не могу. Ну, у них не будет просто на сайте набор инфографики, потому что они выступают как подрядчики. И, в общем, их сайт будет посвящен скорее их компании, нежели там, конечно, какие-то будут варианты. Ну, мы и сейчас посмотрим достаточное количество примеров. Так вот, инфографика знаний – это когда вы какие-то тезисы, вполне абстрактные, пытаетесь представить в виде рисунка. Вот еще инфографика знаний, кстати, сделанная в очень интересном стиле. И, кстати, один из вариантов, что делать, если у вас нет метода и у вас нет рисовальщика хорошего. Вот инфографика, выполненная на основе фотографии. Развитие... Ну, вы, наверное, и сами понимаете, что здесь... Это прекрасно, да, когда понятно без всяких слов вообще, о чем тут говорится. Это этапы развития хлопкового волокна прямо от зарождения его, от почки и до готовой к сбору коробочки. Вот достаточно плодотворные идеи. Вот недавно я нашел второе воплощение. Вот такое вот. Это кофе. Я, кстати, не знаю, один и тот же автор сделал или разные авторы, но идея явно одна и та же, да. Это кофейное зерно от... От цветочка, да, от цветка, завязи, через фабрику, дальше обжарка, помолка и, наконец, стакан с кофе. По-моему, тоже блестяще и очень красиво это все. Еще инфографика знаний, хотя здесь уже переходный такой вариант к инфографике данных. Это, условно говоря, подсказка для бармена, как размешивать разные коктейли, какое содержание в них чего и так далее. Как мы видим, здесь инфографика мимикрирует под чертеж. Ну, конечно, никакой это не чертеж, и в чертеже такие вещи никогда не обозначают. Да, ну вот здесь присутствует угловая надпись, там основной штамм, там и так далее. Те, кто из вас учился и был когда-то технарем, может быть, до сих пор и остался, знают этот вид изображений. В данном случае это метафора, которая говорит о том, что вот тут точные рецепты, условно говоря. Настолько точные, что они приведены как бы в виде чертежа. На мой взгляд, достаточно эффектно. Несмотря на то, что тут какие-то данные приведены, циферки, сколько чего надо размешать и в какой посуде подавать, тем не менее, это скорее инфографика знаний, чем инфографика данных. Ну, а инфографика данных, она всегда замешана на какие-то данные. Вот здесь очень простенькая какая-то инфографика по поводу того, где живут миллиардеры, долларовые миллиардеры. Вот видим, вот они живут. Не знаю, правда, какой это год, надо посмотреть внимательно. В основном в Штатах, в Китае и у нас. Не знаю уж, гордиться этим или наоборот, не гордиться. Связано это, видимо, с большим неравенством, которое существует в некоторых странах. В Европе их не так много, в богатой Германии, например. Это инфографика данных, потому что она, хоть и достаточно простая, она основана на цифрах из какого-то справочника. И мы увидим, что величина вот этого кружочка, она площадь, скорее всего, площадь именно этого кружка заполнена флагом той стороны, про которую идет речь, и пропорционально тому числу, которое оно призвано визуализировать. Еще одна интересная инфографика данных, хотя тут такой промежуточный момент. Я, кстати, хотел бы, чтобы вы это посмотрели, может быть, даже прямо сейчас. Сейчас я вам эту ссылку кину. Очень интересная метафора, метафора бесконечного холста, ну, условно бесконечного, очень большого холста, на который наложено... Так, постараюсь вам ее сейчас дать вот сюда. Так, не берется. Минутку. Открою эту гиперссылку и возьму уже тогда ее из... вот отсюда. Вот это можно посмотреть прямо по ходу вебинара. Это сопоставимые размеры денежных сумм. То есть это все про деньги. Тут есть пять областей. Доллары, тысячи долларов, миллионы долларов, миллиарды долларов и триллионы долларов. И внутри каждой области... Это можно увеличивать и посмотреть внутреннее содержимое. Внутри каждой области есть какие-то сопоставимые суммы денег. Обозрев вот эту вот карту, обозревать ее можно достаточно долго, час как минимум, можно сделать... пустеры нейроконференции. К сожалению, не видел. Если покажете, будет хорошо. Можно, в принципе, сразу понять, что сколько стоит. Вот начиная от... Ну, по крайней мере, в Соединенных Штатах. Начиная от долларов и заканчивая триллионами долларов. Там самая большая сумма это долг США как государство, внутренний долг. Очень содержательная инфографика данных. Вот. Я ее очень люблю всем показывать. Вот здесь есть... Вот, например, это миллионы. И здесь, вот, например, разные фильмы сравниваются по той прибыли, по той кассе, которую они собрали. Вот, Avatar, там, Shrek 2 и еще чего-то там. А Titanic, видите, какие крупные суммы они собрали под миллиард. А, да, ну и вот тут миллиарды долларов. Стив Балмер, Марк Цукерберг, сейчас они уже больше, большими суммами владеют, Эрик Шмидт, основные миллиардеры. есть еще отличная метафора оси масштабов. Я считаю, что она занимает промежуточное положение между инфографикой данных и инфографикой знаний, когда мы просто сравниваем, в каком масштабе существуют какие сущности. Вот, например, в масштабе сотен метров существует Titanic, существует Эйфелева башня, как известно, она 300 метров высотой. Ну и вот тут где-то уже десятки метров, это Boeing 747, Статуя Свободы, МКС, вот она такая большая уже достаточно, ракета Saturn V, а потом мы начинаем либо наезжать, либо отъезжать от этого. Если мы отъезжаем условные камеры, то мы идем в мир планет, звезд, галактик и так далее. Если мы наезжаем условные камеры, мы пользуемся микроскопом, мы рассматриваем микробов, муравьев, микробов, вирусов и так далее. Вот, например, следующее предвижение, это вот размер муравья, это максимальная известная бактерия, ну и там более какие-то мелкие вещи, вплоть до этого, длина волны света, инфракрасного, по-моему, еще. Ну и все, дальше я не стал показывать, там дальше уже идут атомы кварки и планковская длина 10 минус 34, по-моему, метра. Инфографику данных также можно изготавливать при помощи шаблонов. Вот и один из таких простейших шаблонов вот здесь вот показан. Это пока тоже простенький шаблон одного из сервисов, который вы могли использовать еще лет 8 назад. Такие шаблоны появились, если не больше. Сервис инфограмм, один из первых, появился. Вот с такими вот шаблончиками. Просто, но достаточно красиво. Некоторые простые задачи решает вполне себе. Ну и переходя к динамической инфографике, перед этим я хотел бы вам порекомендовать книжку. Это вот такое переходное лирическое отступление. Книжку, которая вышла совсем недавно. Книжку Александра Богачева, которая называется «Графики, которые убеждают всех». Я пролистал эту книжку, еще не успел почитать, но понял, что это совершенно замечательная книжка. Всем рекомендую. Она сугубо про инфографику данных. И в ней есть замечательные примеры, как надо и как не надо строить графики, чтобы они убеждали и чтобы они вообще были верными. И тут в данной вот это оттуда два графика. И тут хотелось бы сделать такое отступление. Занимаясь визуализацией, вы всегда должны ставить себе вопрос «Вы для чего ей занимаетесь? Для того, чтобы сказать правду или для того, чтобы соврать?» Потому что в связи с тем, что визуализация это очень сильное средство, это прекрасный способ ввести кого-то в заблуждение. вот тут два графика приведены. Уровень ВВП в СССР в ведущих странах, капиталистических странах с 28 по 39 годы. автор автор очень остроумно назвал левый график графиком охранителя, а правый график графиком либерала. Смотрите, и в первом, и во втором графике правда. Это не не ложь. На самом деле, если отсчитывать в процентах, то СССР вырос гораздо сильнее, чем все капиталистические страны за этот десяток лет с лишним, чем все капиталистические страны, которые, во-первых, были подвержены кризису, а потом не очень сильно начали расти. Сопоставимо только, пожалуй, Германия росла. И то после большого кризиса. Но если это же все нарисовать в абсолютных цифрах, в долларах, например, то видно, что хотя СССР пропорционально рос и сильнее, но в абсолютных цифрах он все еще в разы отставал от ведущих капиталистических стран. А где правда? Правда и то, и другое на самом деле. И в зависимости от того, что вы хотите сказать в данном случае, вы показываете либо левый график, либо правый график. совет автора, если уж вы хотели совсем быть объективным, то вам надо показать и правый график, и левый график. Потому что одно без другого не является правдой. То есть правда и это СССР рос сильнее всех, но правда и то, что абсолютный объем ВВП СССР в то время был все-таки достаточно мал еще. Ну теперь поговорим немножко о динамической инфографике и видео инфографике. Динамическая инфографика конечно наиболее привлекательна, но и наиболее трудоемка. И динамическая инфографика хуже всех подвергается шаблонизацией и изготовлением скажем так авторами не имеющими прямого отношения к дизайну. То есть за счет просто своих знаний и владения инструмента, а не за счет умения рисовать, отрисовывать и делать мультики. Динамическая инфографика ну если мы говорим, что инфографика вообще оказывает большое влияние на того, кто ее смотрит, то динамическая инфографика оказывает это влияние в гораздо большей степени. То есть это действует очень сильно, очень сильно действующее средство. И вот для примера я хотел бы сейчас привести два своих любимых примера. Один из инфографики данных это кусочек из инфографики, которая в свое время произвела фурор. Инфографика называлась «Потери во Второй мировой войне». Там производилось сравнение потерь по годам, по странам, сравнение этих потерь с войнами предыдущих периодов, сравнение этих потерь с теми войнами, которые после Второй мировой войны были, нормировка этого всего на население мира, инфографика, которая в тот момент существовала и много других интересных вещей. Сама вся эта инфографика занимает 17 минут, что вообще выбивается за все рамки. Конечно, любая инфографика должна быть очень короткой, но это настолько захватывающе, что приковывает к себе внимание. Сейчас я вам покажу краткую вырезку оттуда. Инфографика на английском языке, но вы просто смотрите за тем, что происходит на экране. Если вкратце, там происходит сравнение потерь во Второй мировой войне с теми войнами, которые были после войны, потом нормировка на количество населения, которое проживало в тот период в мире. И вот смотрите, какими средствами визуальными это сделано. Хочу сразу отметить, если кто-то будет смотреть этот ролик целиком, он методически не безупречен, он на западных цифрах основан, которые у нас в частности оспариваются, но с визуальной точки зрения, на мой взгляд, это замечательный ролик. Давайте его посмотрим. more The world's population has grown significantly since the earliest atrocities on this list. If you want to compare them in terms of what percentage of the world died, we can adjust the chart to look like this. This rough approximation tells us there may have been more devastating wars before World War II, proportionally speaking. When we turn to post-war conflicts, it's hard to say anything that isn't controversial. But the data shows something quite extraordinary has been happening. In 1989, John Gaddis coined the phrase, the long peace, to identify the absence of conflict between the nuclear powers during the Cold War. 25 years later, the Cold War is over, and the term is still being used, although its meaning may have shifted. European countries have not fought each other, except for this 10-day war in 1956 when the Soviet Union invaded Hungary. When we look at European wars before World War II, it looks like this. They tend to be more frequent as you go back, though smaller in scale. And the largest 44 economies of the world have not battled each other since World War II. Rich countries have fought poorer countries, like the U.S. versus Iraq. But rich countries have not fought other rich countries. Such a period of peace between the so-called great powers hasn't been seen since the Roman Empire. To many, peace is too strong of a word. Wars have occurred since World War II, and they can be grouped into these four categories. We don't see colonial wars anymore. We've already noted that interstate wars between rich countries have not occurred at all. And here we see wars involving smaller economies have tapered off. That leaves civil wars of two types, with and without farm intervention. And this is what these battle deaths look like alongside of World War II. More people died fighting in World War II than in all the wars since. And again, we can't forget about world population, which has almost tripled since World War II. If we scale these numbers to show deaths in proportion to world population, showing the likelihood that a person on Earth dies in battle, the downward trend becomes even more pronounced. Now, this isn't to infer anything about why this trend is occurring. That's a discussion for another day. You can now interact with this chart to explore what conflicts are behind the totals. Now, bear in mind, we're just looking at battle deaths here, not civilian deaths. But those two are in decline. Peace is a difficult thing to measure. And most importantly, it's important to understand how much is paraffin this system, dynamic software, video-infographic. And here, the short video-infographic example is somewhat short. With the seventh example, from the influence of the infographic. Let's look at the design. И я обращаю ваше внимание, что и та, и другая инфографика, она в общем-то обучающая. То есть по ней много чего можно понять. Второй пример очень простой и изящный. В течение 40 секунд, каждую секунду меняется одно из представлений дизайна. Из чего состоит дизайн? Посмотрите, это практически шпаргалка перед экзаменом. Продолжение следует... Ну вот смотрите, какая прелесть. Всего практически 40 секунд, из которых вторая половина – это титры. И мы успели посмотреть 20 или 25 разных основ дизайна. Ролики про дизайн? Не знаю. Вот так на вскидку... Ну вот этот ролик. Есть еще несколько роликов, но это слишком широкое понятие ролики про дизайн. А мы с вами идем дальше. Итак, перед тем, как все-таки приступить к рассмотрению инструментов, давайте посмотрим, ну что еще кроме инструментов мы можем применить, когда хотим изготовить... А, поделиться? Ну, приходите ко мне в Facebook, попросите меня, я вам найду ссылочку на... А, давайте я просто вам, да, можете скачать ее вот так вот поставлю галочку. И можете ее скачать. Итак, ну, допустим, что у нас инструментов никаких нет, рисовать мы тоже сами не можем, а очень хотим сделать динамическую инфографику. Что нам делать? Ну, у нас на самом деле невелик выбор. Нам надо какую-то креативность проявить. Потому что иногда мы можем подсмотреть где-то, либо в жизни, либо вот как это было сделано на примере фотографии хлопка и кофе, то есть прямо взять объекты из жизни, либо где-то на экране своего компьютера, подсмотреть отдельные детальки, отдельные экранчики, из которых потом можно сшить какую-то динамику. Вот пример, который я очень люблю, да, это, конечно, никакая не инфографика, но это пример, когда креативность заменяет умение рисовать, и вместо того, чтобы писать много-много слов, человек сделал всего пять символов, написал, и в принципе понятно, о чем он, да. Вот процесс деления клетки. Вот это очень креативный человек, видимо, был. Вот он сделал так. Вот нам тоже иногда, если приходят на ум какие-то идеи, мы можем это сделать. Когда мы это можем сделать? Как правило, когда мы находим где-то какой-то интерактив, близкий нам, и мы понимаем, что интерактив – это всегда множество путей. Да, то есть вот кнопка туда, кнопка сюда, и все, это уже разошлось. Особенно если там есть множественный выбор, и по каждому из этих путей можно пойти, и получается разное и разное, то у нас может возникнуть идея показать какой-то особый путь в этом интерактиве, который особо важен. Да, либо придать этому интерактиву какой-то ритм, с тем, чтобы сделать его неким подобием фильма. И такой пример я хочу вам сейчас показать. Вот ролик, который я, ну вот лет пять назад, по-моему, сделал, хотел бы поделиться способом его изготовления. Просто на его примере, чтобы показать, как это примерно делается. Ролик посвящен изменению полувозрастных пирамид, посвящен демографическим вопросам. То есть на каких континентах, как будут происходить демографические изменения на протяжении, то есть исторический период от 1950 года по наше время, и предсказания до 2100 года. Вот посмотрите, что у меня получилось. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Ну, я надеюсь, примерно понятно, что здесь происходит в течение всего этого времени. Население стареет, и одновременно большее количество людей доживает до преклонного возраста, при этом количество детей почти непреклонно по всем континентам, включая даже Африку, где это происходит медленнее всего, начинает снижаться. И пирамида, которая была изначально пирамидой и треугольником, становится чем-то похожим на пулю вот такую. Вот это то, что демографы видят в нашем... Именно поэтому никакого перенаселения не будет. Ну, то есть мы дойдем, предполагается, где-то до 12 миллиардов, а дальше уже никуда население мира не пойдет. Это будет либо уменьшаться, либо стабилизируется на этом уровне. Вот так это видно на полувозрастных диаграммах по континентам. Там были еще по странам, но их я не стал вам приводить. Там достаточно интересные данные. Так вот, как это было сделано. Во-первых, в интерактивном виде все это хранится на вот этом вот сайте. И там есть просто кнопочка «Вперед-назад по году» или «Вперед-назад на 5 лет». Сразу возникла идея взять нужные диаграммы и начать просто щелкать от начала периода и до конца периода. И один щелчок, один кадр будущего ролика, будущей анимации. Но возникла проблема, щелкаем мы с разным, не можем контролировать, что каждый щелчок будет в течение одной секунды или того периода, который нам необходим. Но в результате появилось вот такое вот решение. Да, как это все было? Вот это стандартный вид диаграммы. И вот здесь, видите, плюс-минус 5 лет. Можно все время просто нажимать на пятерочку, и вот здесь будет изменяться это все. И все это просто скринкастом снять, либо покадрово потом собрать, либо сразу сделать съемку экрана и посмотреть, что из этого получается. Но вопрос в том, чтобы это сделать синхронно. В результате я просто скачал вот такой метроном приложения, которое щелкает раз, поставил раз в 2 секунды щелчок. Делать раз в 2 секунды по метроному я щелкал на мышку, сменялось изображение, и это изображение и уходило на скринкаст, и остановилось видео. Вот при помощи такого приема вы всегда можете любой интерактив превратить в видеоинфографику. То есть кто-то за вас это все визуализировал, но визуализировал в статическом смысле этого слова, а вы, взяв последовательность этой интерактивной инфографики, можете сделать из нее динамическую, сделать вот такую вот маленькую анимацию. Это способен сделать каждый, и это всего лишь техника, а никакое не искусство. Поэтому я это вам предлагаю как один из инструментов. Ну и теперь немножко поговорим об инструментах в конце. Перед тем, как перейти к инструментам, я хотел бы вас пригласить на свой курс, который состоится, уже он будет не в Директ Академии, а совместно с компанией Ракурс, с которой я сотрудничаю уже много лет. Будет называться он примерно так же, как и наш сегодняшний вебинар «Визуализация инфографика в онлайн-обучении». Второй год я провожу этот курс. Курс достаточно подробный, 96 часов. Посмотреть информацию по курсу вы можете, давайте я вам ее дам прямо в, вот здесь, полное представление о курсе, вместе с программой, все там приведено. И те инструменты, которые мы с вами сегодня рассмотрим, они там рассматриваются достаточно подробно. Как я уже сказал, курс будет реализован компанией, организатором будет выступать компания Ракурс. Ну и вот эту ссылку я вам дал. Начало будет 19 мая, то есть достаточно скоро уже, но еще есть время подумать. И вот страница Ракурса, на которой этот курс описан, из которой можно послать заявку на участие в курсе. Все, не буду много внимания этому уделять. Я думаю, что кто захочет, этот курс найдет и посмотрит, что в нем есть. Итак, сервисы. Я предлагаю вам несколько сервисов. Они, наверное, располагаются по увеличению их сложностей и возможностей. Сначала очень простенький сервис, которым даже не надо регистрироваться, и который называется Chats Builder. Сервис достаточно простой. В сервисе, как я уже сказал, он работает прямо со своей главной страницы. Вот, если хотите узнать, где он располагается, вот, скачайте мою презентацию. Это кликабельная ссылка. Не надо регистрироваться. Прямо заносите данные в табличку на главной странице этого сервиса. Потом переходите к виду визуализации. Вот сюда вот. Можете делать либо какие-то простейшие диаграммы, а в некоторых случаях и достаточно интересные. Собственно, поэтому я его здесь и привел, потому что в нем есть один-два вида диаграмм динамических, то есть диаграмм, которые похожи на видео. Ну, динамическая диаграмма отличается от видео. Динамическая инфографика отличается от видеоинфографики тем, что она сохраняет себе возможность интерактивности. То есть там все происходит в видеорежиме, но этим видео вы управляете. Например, запускаете это видео, где-то останавливаете, меняете его параметры и так далее. То есть, по большому счету, это еще более продвинутое видео, чем просто видеоинфографика. Вот, в частности, в Чарс Билдере есть замечательная пузырьковая диаграмма, где пузырьки могут разбегаться в зависимости от времени или несколько показывают зависимость параметров друг от друга с течением времени или просто от какого-то параметра. Достаточно эффектная вещь. Так что можете его попробовать. Следующий интересный пример, и этот пример на моем курсе будет рассмотрен, это сервис DataRapper. Я его всегда достаточно привечал и любил. Это сервис DataRapper D, то есть он в немецкой зоне расположен интернета. Это домен первого уровня немецкий, но сделан он на английском языке, и им, в принципе, прекрасно можно пользоваться. В частности, в чем этот сервис, его прелесть состоит? Все четко по шагам расписано, вот как у немцев все хорошо. Четыре этапа. Загрузка данных. Сервис посвящен именно данным, то есть это сервис для инфографики данных. Загрузка данных из какой-то таблички. Вы просто копипейстом вставляете табличку из своего Excel сюда. Следующий шаг – это проверка этой таблички на соответствие... Ну, вообще на то, можно из нее что-то построить или нельзя. У него есть свои интеллектуальные алгоритмы, которые позволяют понять вообще, что это за табличка, как ее разместить, где здесь надо поставить в соответствии чему при визуализации. И, соответственно, если это как-то можно визуализировать, эту табличку, предложение по этой визуализации – это третий шаг, потому что, разумеется, одни и те же данные можно визуализировать многими различными способами. Ну и последний этап – это публикация и встраивание. Это публикация, где вы берете код, который можете вставить в любой ваш курс, в любое место, где можно вставить HTML-контент. И получаете кусочек интерактивной инфографики, который встроен прямо в ваш контент. Ну, прекрасная вещь, на мой взгляд. Ну и тут много разных шаблонов есть. Я вот в последнее время, вот в частности в своем курсе, у нас есть практикум по заполнению карты. Вот такой. Data Rapper работает хорошо с картами и позволяет делать картографическую инфографику. Там много стран есть, разбитых по регионам. И, соответственно, эти регионы можно заполнять какими-то цветами в соответствии с какими-то значениями чего-то там. В частности, по России, если не изменяет память, есть 7 карт. Три по России, две по Санкт-Петербургу и две по Москве. Вот, в частности, есть разбиение в Москве по... А, да, ну вот это вот выбор. Тут есть и стандартные всякие схемки, и есть вот картографические. Специально отдельно раздел такой картографический. Ну, и вот простейшая карта, которую мы на домашнем задании делаем. Выбираем какую-то карту. Москва, Санкт-Петербург, Россия. И в зависимости от какого-то параметра ее раскрашиваем. Например, в данном случае это население Москвы по административным округам. Забыл, как называется. Забыл, как называется, вот, в общем, которых 10. Не по районам, которых несколько десятков, а по округам. Ну, вот и здесь видно, что самый населенный южный административный округ и самый незаселенный пока это вот Новая Москва вот здесь. Все это интерактивно. Тут при наезде всплывает какая-то дополнительная информация. Какую-то информацию можно присвоить, чтобы она всегда высвечивалась для наиболее важных мест. Ну и некоторые другие интерактивности тоже здесь возможно. Здесь возможно написать легенду, то есть, какие цвета означают, сколько по цветам. В общем, достаточно приятный сервис, которым можно пользоваться. И у него есть достаточно... Да, все эти сервисы либо бесплатные, либо имеют достаточно приличный бесплатный тариф. Вот DataRapper имеет достаточно приличный бесплатный тариф. Сервис Инфограмм исторически один из самых первых сервисов, которые существовали. Мне он немножко не нравится тем, что у него все-таки его бесплатный тариф достаточно сильно обрезанный. И основной смак у него там вот в платных тарифах зарыт. Но, в принципе, сервис достаточно хороший. Причем он покрывает вопрос не только инфографики данных, но и инфографики знаний. Вот, в частности, в нем мы строили вот такую вот инфографику знаний. Ну, хотя тут можно и так, и так сказать. Все-таки тут цифры какие-то есть, но они такие, всего две цифры. Хотелось показать там, например, сколько людей ходят в библиотеки или читают книги, и сколько людей смотрят телевизор в какой-то конкретной области. Вот, и мы выбираем здесь вид шаблона сначала. Потом начинаем с этим... Да, выбираем вот такой вот шаблон нам понравился. Это черно-желтый, контрастный. Черно-желтый – это один из самых контрастных шаблонов, поэтому он всегда будет привлекать внимание. Берем его и начинаем обрабатывать. Вот, переходим в режим. Тут уже много-много разных параметров можно у него настроить. Теперь мы берем... Нам надо здесь поставить что-то свои цифры, свои описания. А здесь вместо мужчины и женщины поставить что-то другое. Находим свои картинки, заменяем их. Здесь будет книжка, здесь будет экран. Ну, в данном случае не телевизор, а правда, но другого не нашлось. И пишем, что 56% жителей Новгородской области читают книги не реже одного раза в месяц, но они же смотрят телевизор. 81% из них смотрят телевизор не реже одного раза в неделю. То есть телевизор выигрывает вроде бы как у книг по популярности. Вот такая вот инфографика знаний. Ну и, наконец, последний сервис, который самый могучий, который появился один из самых молодых. Сервис, который поддерживается компанией Google. Он практически полностью бесплатный. И в последнее время я работаю в основном в нем. Сервис называется Flourish. Сервис интересен тем, что в нем огромное количество разных шаблонов, и можно изготовить разные виды диаграмм. А вот здесь перечислены... Давайте я попробую перечислить, потому что это хорошо бы было почитать все. То есть простейшие графики, статические диаграммы. Интерактивные карты. Это то, что мы в DataRapper рассматривали. Точечные пузырьковые диаграммы. Очень важный вид диаграмм. Диаграммы гонки. Это то, что мы сейчас с вами посмотрим. Карточки с фильтрами. Это скорее относится к инфографике знаний. Некоторые диаграммы SNK. Трехмерный глобус. Диаграмма парламент. Очень интересная диаграмма, кстати. Интерактивные таблицы, где, собственно, все как таблица, но только эта таблица живая. Сетевые диаграммы, где множественные связи показаны. Аккордные диаграммы, где показаны связи ограниченного количества элементов, но каждого с каждым. Наклонные диаграммы, интересные только спортивные визуализации. Это очень частный случай. Выборы и коалиции. Специальный инструмент для визуализации процедуры выборов. Викторины. Этим нас не удивишь. Тех, кто занимается преподаванием. Региональные карты, карты с дугами, отношения между регионами. Сравнение изображений. Карта с появляющимися точками. Диаграмма категорий. Опрос. Очень интересный вид инфографики. Сейчас я вам покажу ее. Ну и еще и диаграммы с виртуальной реальностью. Это я даже посмотреть не смог, потому что для этой диаграммы требуется подключение устройства виртуальной реальности. Наверняка что-то очень интересное. Вот так примерно выглядит небольшая часть из шаблонов, которые предлагаются. Каждый шаблон имеет в себе очень продвинутые настройки. Вот что-то вот такое, такое. И большая часть из этих диаграмм является динамическими, что достаточно интересно. Вот, например, пузырьковые диаграммы, которые развиваются во времени. Пузырьки растут, падают в объемах и перемещаются слева направо. Там как-то так. Очень сильная интерактивность. Ну вот, например, тот самый шаблон опрос, о котором я говорил. Кстати, хотел бы, чтобы вы его посмотрели и пощелкали. Минутку. Сейчас я вам эту ссылку дам в чат. На мой взгляд, очень интересная вещь. Смысл этого, ну, называется он опрос, на самом деле гораздо более широкое применение у этого шаблона. Вот так вот. Вот смотрите, тут справа есть вот такая группировка. Именно в ней и заключается вся интерактивность. Пытаясь разделить тут все вот эти кружочки по разным категориям, мы получаем разные группировки. Изначально мы исходим из одной группировки. Все они, вот такую кучу, сгруппированы эти точки, кружочки. И все имеют одинаковый цвет и одинаковый размер. Но настраивая, выбирая разные категории, мы пытаемся из них их как-то поделить. Можно присвоить цвет, можно присвоить размер и можно разбить по группам. Это все. Вот в данном случае я привел пример одного из своих курсов, где у меня обучилось достаточно много людей. Здесь не все из них, потому что здесь только те из них, которые выполнили домашние задания. Вот смотрите, вот синим показаны женщины, желтым мужчины. И размером кружка, да, это тариф слушатель или активный слушатель с разными возможностями. И размер кружка, это объем домашних заданий, которые к концу курса эти люди выполнили. А вот, ну вот явно вот эти все получили зачеты с большими кружками. А эти, скорее всего, нет. Презентацию прислать не могу, можете прямо сейчас ее скачать. Ну, либо обратитесь ко мне потом в Фейсбуке, я вам ее перешлю куда-нибудь. Вот замечательный совершенно шаблон, который называется гонки. Ну, так, по-русски, если говорить, это гонки. И сейчас я вам покажу запись этого шаблона, ну, уже в виде ролика. Так-то это интерактивный шаблон, а вот в виде ролика. Это ролик рост цен на промышленные товары в странах бывшего СССР с 2014 по 2018, по-моему, годы. Или по конец 2017, не помню точно. Вот посмотрите, как это все выглядит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, вот такую штучку можно изготовить. На самом деле, в отличие от высокохудожественного ролика с войной, да, это может изготовить каждый. Надо только освоить этот инструмент и уметь найти нужные данные. И все. Вот другой пример я вам привел в чате. Такая же диаграмма, только... Так, что-то я подвис. Скажите, вы меня слышите, видите? А то у меня застыло изображение. Ага, хорошо. Тогда продолжу, не буду переключаться. Вот пример, который я привел выше чуть-чуть. Это то же самое, только интерактивное. И немножко другой пример. Это не индексы цен, а... Рост, давайте я вам еще раз эту ссылку кину. Не индекс цен, а изменение коэффициента фертильности по 50 наиболее промышленно развитым странам, по современному состоянию. С 50-го года, 950-го года, примерно по наше время. Вот видно, как меняется демографическая ситуация, как падает коэффициент фертильности. То есть коэффициент фертильности – это количество детей на одну женщину. Вот наиболее общий коэффициент, который описывает демографическую ситуацию в каждой стране. Вот, и вы видите, на этой диаграмме можно заметить, что в последнее время все 50 промышленно развитых стран стали иметь коэффициент фертильности меньше двух. То есть меньше естественного воспроизведения. Ну, выводы из этого можно самостоятельно сделать. Заодно и посмотрите, чем отличается просто ролик, который записан с экрана, от интерактивной версии того же самого. Ну, и, наконец, достаточно развернутую версию, которую я хотел бы вам продемонстрировать. Ну, вы тоже ее посмотрите где-то. То есть я не буду вам ее показывать у нас здесь. Посмотрите, пожалуйста, это шесть вот таких вот диаграмм, достаточно подробных, по развитию пандемии коронавируса. Начиная от ее, ну, практически обнаружения в январе этого года и до 18 апреля, то есть, ну, пять дней назад. Эту страничку сделал я, и я собираюсь ее поддерживать. То есть каждую неделю буду публиковать новые данные с тем, чтобы было понятно. Там шесть различных характеристик. На экране гонка застыла. Ну, я не знаю, если вы сейчас смотрите мою презентацию, она и должна застыть. Это просто моя презентация. Вот, а если по той ссылке застыла, то, ну, не знаю, должна двигаться. А, в конце они застывают, да, надо просто еще раз запустить их. Вот, потому что доходят до конца и застывают. Вот, вот последний пример я хотел бы вам привести. Вот, наиболее эффектная эта гонка, потому что понятно, как страны друг от друга отличаются, и как они отличались друг от друга по всему периоду пандемии. Конечно, будет интересно посмотреть по результатам уже, когда все это закончится. Ну, вот, я рассчитываю это развивать в течение всего периода. Посмотрим, что получится. Ну, и, собственно, такие вот вещи я пытаюсь обучать этому людей на своем курсе. Какие еще шаблоны есть интересные во Flowrish? Шаблон Цинкей, когда есть некоторые сущности, и которые через некие промежуточные этапы связаны с чем-то другим. И между этими этапами есть какие-то потоки чего-то. Денежные потоки, или потоки сырьевые, или потоки трафика. Интернет-трафика, или что-то такое. Все это, вот, отрисовка, разумеется, вся эта за Flowrish, вы только вставляете туда свои данные. Очень простой, но эффектный шаблон – это карточки, где вы располагаете карточки с чем-то. Например, здесь, это уже нынешняя, по-моему, гонка, президентская гонка в США. И можно их отфильтровать по разным категориям. Ну, в данном случае тут мужчины и женщины. Можно еще много разных категорий поставить. И тогда эти карточки будут тасоваться, то в одном виде показываться, то в другом. Это как раз пример инфографики знаний. Шаблон сравнения. Ну, тут, может быть, разные картинки проведены, поэтому не очень интересно. В принципе, много кто может такое делать, не только Flowrish. Тянете тут вперед или назад, и сравниваете либо две карточки, картинки, а еще лучше одну и ту же картинку в двух разных состояниях. Например, сто лет назад фотография одного и того же места и современная фотография. Смотрим, какие изменения произошли. Ну, и несколько способов сравнения есть. Можете просто перетаскивать границу, а можете изменять прозрачность, когда одна картинка переходит в другую, ну и так далее. Это совсем простенькая вещь. Точечные диаграммы. Диаграммы, которые очень любят ученые. Когда проводят свои опыты и какие-то характеристики, вот они статистически как-то распределились, эти характеристики. А вот вы просто забиваете сюда данные своих опытов, и здесь рисуется, там, не просто доказательство гипотезы, там, и P-value есть или нет, а вот прямо плотность вероятности вашей статистической величины, вот она прямо таким графиком рисуется. То есть, где видно, что не просто они как-то распределены, имеют какой-то разброс, да, а еще, например, и плотность вероятности асимметрична, с длинным хвостом каким-то в одну из сторон. Вот, прекрасная вещь тоже. Прекрасная визуализация. Прошу прощения. Шаблон парламент. Применять, конечно, можно не только к парламентам, но блестяще, смотрите, тут вот такая партия, такая партия, такая партия. Разные вкладки по разным годам. Тут, например, это Европейский парламент в 2014 и 2019 годах. Состав этого парламента. Вот, ну, для России, может быть, это не столь актуально, но не важно. Вообще, распределение любых групп людей или вообще любых групп по каким-то параметрам в разное время. Ну, еще и тут интерактивно при наведении мышки подчеркивается то одна, то другая группа, и появляется какие-то цифровая информация об этом. Частный случай, но достаточно интересный. Аккордная диаграмма – это когда много участников какого-то процесса друг с другом имеют отношения, и имеют отношения, которые выражаются в каких-то числах. А, то есть, вот какие-то потоки между вот этим и этим участником. Это могут быть люди, компании, страны, этим и этим. Или, например, вот сколько самолетов летает, да, трафик. Вот тоже такая очень эффектная диаграмма. Просто викторины, ну, это просто такой простенький тестик, который, ну, единственное, что он достаточно красиво сделан. Не буду заострять внимание. Ну, и все, на этом все. Давайте я, знаете, что вам расскажу еще последнее. Чем характеризуется Flowrish? То, что у него почти под сотню разных шаблонов вот таких, но все они построены по жесткому принципу. Сначала данные, потом визуализация. То есть, есть две вкладки – данные, в которые вы загружаете свои данные. В этой же вкладке вы рассказываете, что вот эта колонка данных – это, например, это название стран. Эта колонка данных – это категории. А вот эта колонка данных – это, например, флаги, картинки. Ну, вот, например, вот давайте вернемся к нашей вот этой любимой диаграмме. Видите, тут флаги. Вот, эта определенная колонка указывает на то, где лежат очертания этих флагов. Они, оказывается, лежат в сети, везде есть, их можно использовать, их не надо рисовать, просто надо присоединить. Ну, и остальные колонки, просто описываем, что остальные колонки являются основными данными, которые, собственно, и производят вот это вот движение. И так со всеми видами диаграмм. То есть, первое, мы загружаем данные, ну, а потом мы переходим во вкладку «Визуализация» и долго и упорно настраиваем там десятки, десятки чуть ли не, ну, сотни вряд ли, но около сотни разных настроек по визуализации каждой диаграммы, где можно очень подробно настроить все, и заголовок, и положить свой логотип рядом где-то, и дать данные о том, какой источник использован внизу здесь, в подвале, например, и настроить анимацию быстрее или медленнее, ну, и много разных по цветам настроить, по размеру настроить. Все это настраивано и очень досконально, очень сделано. Вот поэтому такой вид диаграмм, когда он хорошо выполнен, он производит впечатление совершенно профессиональной инфографики. Вот именно поэтому я вот этот сервис считаю сейчас номером один, и будем уделять ему на моем курсе, буду уделять ему основное внимание, потому что он, да, ко всему прочему, он еще и бесплатный. То есть там есть некий платный тариф, который, ну, просто позволяет еще сделать еще чуть-чуть. То есть там позволяет взять код в HTML вместо того, чтобы код вставки получить. А так, в принципе, 95% всего функционала Flowrish, она бесплатная. Ну, Google может себе позволить это сделать. Вот, ну, единственная претензия к бесплатности, то есть не претензия, а свойство бесплатности, это то, что в бесплатном режиме вы обязуетесь все свои инфографики делать публичными. То есть вы делитесь своими инфографиками вообще со всеми и не можете запретить. Конечно, конечно, не бессеребренник. Но, тем не менее, он знает, на чем зарабатывать, Google, но зато нам от этого достается тоже что-то с барского стола. Вот. Так что вот так можно это все использовать. Да, конечно, сохранять это можно и в виде просто картинок, но это не так интересно, потому что все эти инфографики, они глубоко интерактивны, то есть они движутся, они настраиваемы, и вся прелесть их, конечно, в интерактивности. Но зато они просто вставляются, берешь код, чуть-чуть его еще настраиваешь, высота, ширина всей картинки, ставишь свою страницу, и все это прекрасно работает. Вот. Итак, мы рассмотрели с вами 4 инструмента. Я даже вкратце объяснил, как с ними работать. Но, конечно, серьезно с каждым инструментом надо разбираться в течение вебинара, как минимум. Так что те, кто из вас хочет, может прийти на мой курс, где мы это будет... Они на английском. Да, почти все они на английском. Собственно, все они на английском, на русском я не видел. Но на то нам и существует транслятор, то есть переводчик прекрасно переводится. Я то, что не понимаю, просто перевожу, и все становится понятно. Да, переводчик нам в помощь. К счастью, в последнее время с этим стало все просто, не надо возиться со словарями. Но потом просто привыкаешь. Первый раз, конечно, надо разобраться. Вот, например, с этой столбчатой диаграммой, которая гонки, я в первый раз разбирался, ну, там, полночи примерно. А потом, когда понял, что и как, уже настраивать просто. И самое главное, найти нужные данные и привести их в порядок. Вот, на самом деле, именно на этом надо освоить инструмент, а потом понять, как получать данные. То есть открытых данных сейчас достаточно много, но они, как правило, все лежат не в том виде, в котором надо их запихнуть в сервис. Да, данные наши все, конечно. Вот, не в том виде, в котором их надо запихнуть в сервис, и поэтому их надо сначала несколько часов поработать с табличкой, вычистить ненужные данные, иногда транспонировать, потому что вам нужно получить что-то в столбцах, а вы получаете в строках эту информацию. Вот, как-то так поработать. Может быть, интегрировать или дифференцировать. То есть вам интересно, например, получить интегральный рост цен. А у вас по каждому месяцу дифференциально проведено. Ну, просто умножаете коэффициенты один на другой, с известной, конечно, погрешностью, получаете рост интегральный. То есть визуализация визуализацией, а с данными надо уметь все равно работать. И это некий особый умение. Кстати, на курсе мы немножко про это тоже поговорим, потому что множество шаблонов порождает некое недоумение и непонимание, к какому шаблону какие данные годятся. И вот понимание этого, это тоже важно. Вот, кстати, на моем предыдущем курсе, где мы уже рассматривали этот сервис, у меня одна из моих слушательниц, она, кстати, завкафедрой химии, нажала очень нестандартный способ показа. С одной стороны, все это выглядело достаточно смешно, а с другой стороны, ну, то есть совершенно не те данные, которые нужны были, загрузила в сервис визуализации, вот этот вот, который показывал рост гонки. Но, тем не менее, вы знаете, получился очень интересный результат, хоть и смешной, вот, который можно обсуждать. Там получилось такое дрожание этих местогонок, такое дрожание этих столбцов по разным характеристикам. Вот, и я, в конце концов, согласился, что, в принципе, такой взгляд тоже на данные, тоже возможен. Ну вот, собственно, у меня все. И я не откажу себе в удовольствие еще раз разместить ссылку. А, нет, я же вам еще не выдал сертификаты. Одну минутку. Спасибо, да, здоровья нам всем. Это, видимо, связано с моей визуализацией по ковиду. Да, давайте я вам сейчас выдам всем сертификаты. Для этого мне понадобится еще полторы минуты. Примерно я, так как я сегодня и ведущий, и организатор в одном лице, то мне приходится занимать ваше время. Сейчас я сохраню табличку с нашими слушателями сегодняшними. И на ее основе выдам сертификаты. Если у вас есть вопросы, вы пока задавайте их в чате. Я постараюсь их озвучить. Так, вот я сохранил табличку. Теперь мне надо перейти в сервис выдачи. Эту табличку подгрузить. Так, табличка подгрузилась. Выделяем, выдаем и отправляем на почту. И мне осталось только дать вам ссылку. Ну, вы и так на почту получите уведомление. А вот эту ссылочку разместить. О том, где вы можете прямо сейчас найти свои сертификаты. И их оплатить, если хотите. Так, спасибо, спасибо. Вам тоже спасибо. Так, ну, я думаю, что я сегодня вам то, что рассказал, это все-таки были основы. Поэтому таких вопросов особенно глубоких нет. Но они, конечно, появляются в тот момент, когда мы начинаем эти сервисы изучать достаточно глубоко. Вот, всем вам здоровья, прежде всего, да, в соответствии с нашим нынешним положением. Вот, не скучать на карантине. Почаще ходить на наши вебинары. Да, вам тоже творчество. И, кстати, сегодняшний вебинар, он вполне про творчество. Хотя и ремесленное творчество, но все-таки элемент творчества присутствует. Ну, и, наверное, самое главное, это то, что сегодняшний вебинар, он про то, что каждый из нас, будучи преподавателем, может стать еще и инфографиком. Хорошо. Ну что ж, друзья, до свидания, до новых встреч в Директ-Академии. Конец апреля и мая у нас еще будут интересные вебинары. Приходите, тем более дома сидим, всем онлайне. Самое время ходить по вебинарам. До свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»